Пеший тур начинается. Впереди обещалось 40 километров. Ну и начинаем, собственно говоря, путешествие в необычное место. Карта прохождения пути будет, скорее всего, в конце видео. Ну, раскрою небольшую тайну, что это подарок от Насти и Гордея на день рождения. Пеший поход 40 километров в Каменское. Скорее всего, будет меньше, чем 40 километров. Мы будем ориентироваться на всеобщее состояние и состояние подрастающего поколения. Одно из веточек тематических походов – это шутливое отношение к публикациям в соцсетях, когда люди публикуют фотографии из дальних стран и подпись, при этом, замечайте, прекрасная под ногами. Ну и, соответственно, ноги на заокеанском песке и омываются дальними водами океана. И, собственно говоря, мы здесь отправляемся туда, где, по большому счету, даже не надо подъезжать никуда, ехать и достаточно своих двух здоровых ног, что немаловажно. Шести ног. Шести ног. Я нашла очень экзотическое растение. Смотрите, какой пашистик. У этого растения весной очень-очень интересные цветочки. Это сложноцвет. Цветет таким шариком. Они маленькие, фиолетовенькие. Вроде как невзрачные, но в то же время выглядит очень интересно. Сами цветки очень плотные. И они выглядят, как будто восковые. Наверное, они обладают какой-то привлекательностью для пчел, потому что вокруг них постоянно кто-то роится. А на картинке такое впечатление, будто мы далеко за городом. Там уже и лес такой идет. Ну, разве что, железная дорога дает знать о том, что где-то рядышком цивилизация. Действительно, мы недалеко от города. И, можно сказать, не покидаем цивилизацию. Есть интернет. Через некоторое время даже магазины появятся. Если что-то уж прям явно приспичит, можно будет пойти и удовлетворить свои животные и дальние потребности. А пока идем и наслаждаемся осенью. Кстати, осень в этом году с одной стороны неожиданна, с другой стороны оказывается ожиданно красивая. И неспроста. Да-да, я как-то слушала лекцию недавно, что если в конце августа будет похолодание небольшое, то потом будет очень красивая красочная осень. И пока что это наблюдение действительно работает. У нас в этом году были похолодания, в конце августа, в начале сентября. И действительно в этом году заложилась такая красивая красочная осень. Подтверждается. Вот это прародитель томатов. Послен. Это послен из семейства посленовых. Помидорчики. Это вот отсюда. Как раз и цивилизация. О том, чем я говорил, что вроде бы в лесу в лесу, но вот и церквушка. А тут рядышком уже магазин будет. Можно и гардешку подкормить. Опа! Это мое. Обожаю. Оно еще потрескивает. Красота. Гордей себя развлекает как может. Он мужественно выдерживает то, что ему неинтересно. Да, ему пока это неинтересно. Это, кстати, знаменитый туннель. А, туннель. Вообще тоже такой монументальный получился. Вот, пожалуйста, мы опять снова в лесу. И снова цивилизация. Кстати, смотрите, какой красивый индастриал. Представляю, как в каждом винтике и каждом проводочке, сколько информации для людей, которые в этом разбираются. Я, кстати, недавно срисовывала с этого похода рисунок. И до меня вдруг дошло, что вот эти вот держатели проводов они огромные. То есть они кажутся маленькими крошечками, но на самом деле они огромные. Они как вот такая вот литровая банка, по-моему, если не больше. Больше даже. Она стесняется. Смотрите. Стою я здесь возле этих огромных растений. И я вспоминаю ситуацию, как-то мы с бабушкой гуляли по койме реки. И было такое удивительное ощущение, что идешь по травяному лесу, потому что растения все были выше меня. Это было мне еще 11 лет. 11-12. Несколько лет спустя я захотела повторить это ощущение. И, по-моему, с кем-то тоже пошла гулять по койме реки. Но ощущение куда-то пропало. Куда-то пропали высокие травы, которые слишком высокие, которые аж накрывают меня с головой. Я не сразу догадалась, что это просто я выросла. Вообще красота. Как красиво. Ее, каждый год. О, мы здесь прям как на новой планете. гранитная плата. Да, очень здорово. Класс. Тут и овражки наши степные, пригорки. И снова, вот кому-то сено, а кому-то разнотравно-типчакова-ковыльная степь. И в яркий лесок. А вот и подножный корм. Вкусненько, вкусненько. Мы проходим удивительное садоводчество. Забыл, как называется. Вот, тоже можно считать подножный корм. Хоть, конечно, корм растет, вырастили люди. Все равно подножный. Да, упал под ноги. Снова к цивилизации. Да, много населенных пунктов. Вообще-то хорошо. А вот и затейка. Найду себе затейку везде. Пока Гордей скучает, а Настя развлекается. Ну, иногда мы и втроем тут развлекаемся, обнимаемся. Увеличиваем количество объятий, что ли, да? Восемь объятий в день – необходимые достаточные условия для счастья. Люди, обнимайтесь. Решили все-таки воспользоваться электричкой, потому как Гордею все-таки расстояние более 25 километров. Ну, так это в первый раз ногами. Не помню, я, кажется, обещал постельную сцену. Ну, вот и постельная сцена. В принципе, не устали. Нормально, хорошо даже. Вот, увидим подрастающее поколение. Руки целы, ноги целы, пальцы играют. То есть, все хорошо. И даже обнимушки опять. Снова обнимушки. Да, снова обнимушки. Смотрю я, и как же здорово ходить вот так вот навпростыть в соседний город. Наверняка это уникальная возможность. Да, приложение нам строит маршрут. Раньше нужно было самим карты искать, и непонятно где. Мне кажется, отличная идея будет продумать подобные пешеходные маршруты в соседние населенные пункты вот такими вот проселками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова